Маскарад на дороге. Полицейские задержали своих двойников, которые обирали водителей. Прячьте фильмы и программы, если они незаконны. На курорты пришла операция «Контрафакт». За взятку в особо крупном размере Следственный комитет утвердил обвинение сочинской чиновницы. Здравствуйте! В эфире девятого канала программы «Что случилось?». Значит, прямо сейчас о тех неприятностях, которые успели произойти на территории Кубани. Краснодарские школьники врезались в дерево, уходя от погони на угнанной машине. Утверждение настолько удивительное, что с первого раза и не поверишь. Однако есть даже видеоподтверждение. Вот старенькая шестерка, на которой решили покататься подростки. Однако автопрогулка быстро закончилась. Детей за рулем заметили сотрудники управления вне ведомственной охраны. Попытались скрыться, увеличили скорость. И при въезде в один из дворов не справились с управлением и врезались в столб. В настоящий момент все четверо малолетних правонарушителей задержаны. С ними работают инспектора по делам несовершеннолетних. Разбитую машину вернули хозяйки. Ремонт автомобиля оплатят родители угонщиков. По данным правоохранителей, подростков поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Информация о странных и очень жадных полицейских поступила в управление МВД по краю 4 июня. Пожаловался житель Пермской области. Ехал мужчина на курорт. Его остановили на дороге в районе станицы Елизаветинской сотрудники ДПС. Во всяком случае, на инспекторов они были похожи. Ряженые потребовали от водителя ни много ни мало 60 тысяч рублей за то, что он якобы грубо нарушил правила дорожного движения. Он согласился собрать эти деньги, но перенести время, так сказать, срочки платежа на два дня. Обратился в службу собственной безопасности МВД по краю и была проведена операция. То есть, это сотрудники, двое лжеполицейских были задержаны при передаче денег. Когда дело, что называется, запахло жареным, лжеполицейские попытались скрыться на машине. Но неудачно. После задержания в салоне машины нашли меченые деньги, которые передал взяточникам потерпевший. Еще в автомобиле оказались три полицейских жетона, жилетки с маркировкой ДПС и фуражки. То есть, полный комплект. Задержанные постарались свою вину отрицать. Мол, деньги подкинули, а сами они просто так надели форму, без злого умысла. За что задержали? Я пока сам не знаю. То есть, сотрудники вам не сказали, за что вы задержали? Ну, так пояснили пока. И что говорят? В принципе, не понял. За дачу взятки. За дачу взятки? Вы давали или вам? Да, не знаю. Выяснилось, что любители маскарада – жители Абинского района. Ранее несудимы в данный момент нигде не работают. Полицейские обращаются ко всем жителям и особенно водителям Кубани. Если вы пострадали от действий этих людей, сообщите об этом в правоохранительные органы. Ряженым грозит до пяти лет лишения свободы. Следственный комитет предъявил сотруднице сочинской администрации обвинение за получение взятки в особо крупном размере. Начальника городского управления по охране окружающей среды подозревают в вымогательстве почти полутора миллионов рублей. Полицейские взяли чиновницу с поличным. Вот это не мой пакет, это мне подложили. Подложили? Да. А кто и когда? Я не знаю. Я стояла, курила с молодым человеком. Женщина требовала у коммерсантов деньги за согласование архитектурных проектов. Предприятие должно было утвердить в управлении больше 70 проектных решений благоустройства дворовых территорий. По версии следствия, злоумышленница находила причину для отказа коммерческой фирме и требовала деньги за подпись в документе. Каждая подпись стоила 20 тысяч рублей. Предложила проектировщику инстагласовать при условии передачи взятки в размере 1 миллиона 480 тысяч рублей. О данном факте проектировщик сообщил правоохранительные органы. И в мае 2012 года в ходе встречи женщина получила указную сумму, после чего была задержана оперативными сотрудниками полиции. В настоящее время чиновница заключена под стражу. Проводится расследование для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления. Если суд признает задержанную виновной, ей грозит штраф в размере 70-кратной суммы взятки или 15 лет лишения свободы. Жители Останицы Полтавской будут судить за убийства и квартирные кражи. Мужчина через незапертые окна и двери проникал в дома обеспеченных станичников и брал все, что попадалось под руку. Деньги, технику, строительные инструменты. Не остановило вора даже наличие хозяина в одном из домов. Прибор ночного видения, инструменты зашел во двор. Хозяин выскочил на улицу. В этот момент преступник выстрелил в хозяина домовладения. Помимо убийства на счету злоумышленника более 40 краж. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. По показаниям задержанного на преступление он пошел, чтобы оплатить дорогостоящее лечение. Потребовалось оно после перенесенного инсульта. Видимо, задержанный не думал, что заботиться о здоровье в тюрьме будет еще сложнее. После их появления в магазинах полки становятся пустыми. Полицейские Сочи прошлись по точкам, которых торгуют медиапродукцией. Называются эти походы грозным словосочетанием «Операция-контрафакт». Для начала сотрудники Центра по исполнению административного законодательства, есть такое подразделение, собирают информацию. Где-то граждане пожаловались на торговцев незаконными дисками, где-то правообладатель. Так что в основном оперативная группа знает, куда идти. Всего в этом году сотрудниками Центра по исполнению административного законодательства выявлено 36 фактов реализации контрафактных товаров. Составлен 41 административный протокол. Из незаконного оборота изъято свыше 2000 единиц товаров на сумму около 12 миллионов рублей. Операцию одновременно провели в нескольких городах края. Под особо пристальным надзором оперативников курортная зона. В Геленджике полицейским удалось закрыть целую сеть пиратских магазинов. Для проведения экспертизы изъяты почти 2000 DVD и MP3 дисков. Оперативно-профилактическое мероприятие проводилось по всему краю. Но особое внимание руководством главного управления было акцентировано на самых оживленных участках. Это Сочи, Краснодар, Геленджик, Новороссийск. Мероприятия продолжаются и они, прежде всего, направлены на установление мест приобретения и изготовления этой продукции. Владельцы магазинов могут понести уголовную ответственность за распространение нелегальной продукции. Сейчас полицейские устанавливают все детали. А тысячи пиратских дисков подлежат уничтожению. Программа «Что случилось?» на этом завершается. С вами был Николай Филаткин. Через несколько минут смотрите программу «Факты» на 9 канале. Берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok